Какой яркой, теплой и по-настоящему прекрасной выдалась осень в этом году. И это особенно видно в парке. Но такой же яркой и прекрасной может быть и осень жизни человека. И это хорошо видно на примере членов института третьего возраста. По вторникам и четвергам в любую погоду эти замечательные, цветущие и позитивные женщины вот уже более семи лет занимаются скандинавской ходьбой. За это время они стали сплоченной командой единомышленников. Побороли многие недуги, а главное сказали нет – пассивному образу жизни, скуке и однообразию. Каждый из них излучает заряд бодрости и позитива, являя собой образец активного долголетия. Когда мы приходим на занятия в парк, погода всегда бывает просто изумительная. Мы приходим для того, чтобы поддержать друг друга. Тем более в наше тяжелое сегодня время пандемии люди замыкаются, впадают в панические атаки, а мы здесь помогаем с этим справиться. Бывают дожди, мы ходим, гололед мы ходим, морозы до 20 градусов мы ходим, снегопад мы друг другу вслед, мы все равно ходим. И могу отметить и сказать, что ни один человек из нашей группы, 25 человек, ни один человек не заболел. Я бы хотела пригласить всех желающих, кто за здоровый образ жизни, за хорошее настроение, за прекрасное проведенное время в кругу таких же позитивных, интересных, дружных людей, приходите к нам и вы не пожалеете. Но на этом работа уникального образовательного учреждения Института третьего возраста не ограничивается. Здесь люди элегантного возраста могут проявить и применить все свои способности и умения. Мечтали всю жизнь выучить иностранный язык, заняться танцами или рукоделием, освоить компьютер или научиться играть на музыкальном инструменте, но из-за детей и работы не было времени, на заслуженном отдыхе осуществить это реально. Членами Института третьего возраста становятся на пенсии, а этот отрезок времени как раз позволяет посвятить время себе, наверстать упущенное и воплотить мечты в жизнь. Институт третьего возраста – это форма организации образования и досуга пожилых граждан. Она у нас уже создана давно, более 12 лет работает институт. Это был сначала пилотный проект, первый в области. На сегодняшний день можем сказать, что проект удался. Во-первых, и самое главное, он очень нужен пожилым гражданам. Те, кто выходят на пенсию, оказываются в растерянности. Чем же теперь заняться? Куда потратить свою энергию и тот ресурс, который накоплен годами? И поэтому они приходят к нам. Многие развивают свои таланты, а затем сами учат других, становясь серебряными волонтерами. Сегодня таких добровольцев более 35. Именно люди – самая большая ценность учреждения. Придя в институт, я очень много, во-первых, нашла себе друзей. Очень много. То, что на работе, когда работала, как-то работа, дома, друзья, как-то были всегда на втором плане. Кроме всего этого, уходя на пенсию, я вот научилась, немножко творчеством занялась. Здесь, придя сюда, преподаю им. Вместе с ними я учусь этому творчеству. Кроме всего и рукоделия, я еще хожу и на физкультуру. То есть, очень много значит, очень много здоровья дает вот эта физическая нагрузка. Поэтому, ну, институт – это очень много значит, конечно. И для нас, пенсионеров, я очень хочу сказать благодарность нашим специалистам, которые здесь работают. Институт третьего возраста – это прекрасная возможность поддержать здоровье. Это прекрасная профилактика деменции, потому что и физическое состояние людей, и психологическое состояние людей, оно важно для того, чтобы люди именно были активными очень много лет. И, конечно, через разные формы мы это предлагаем. Это и помощь психолога, это и творчество, и физкультура, и какие-то занятия по интересам, просто другие. Самое главное – быть вместе, двигаться, не стоять на месте, развивать.